грани времени программа владимира карамурзы радио свобода сегодня тема нашей беседы иммиграции как расплата за талант и наш гость поэт юрий кублановский добрый вечер юрий как вам вспоминается вот это время конец 70-х годов когда выдавливали наиболее свободолюбивых и несогласных не угодных из страны понимаете высказать как всегда это бивалентно с одной стороны была действительно такая и сонная и организирующая одновременно советская власть а с другой стороны были те пусть немногие кто ее все-таки не слишком боялся и противостоял и она была уже настолько либерально допустим что можно было вот как я это сделал переправить стихи иосифу бродскому в америку он мог по радио свобода мне ответить что стихи получены и он будет их издавать в общем время было так сказать она была интересна своей авантюрностью но конечно я просто поражаюсь когда сейчас начинают это время как-то восхвалять и ставить в образец нынешнего действительно в россии как остроумно было давно сказано непредсказуемо не только будущее но и прошлое я понимаю тех обездоленных сейчас которые которым так сказать надо почему-то ностальгировать и думать что вот когда-то все было лучше но когда вполне серьезные люди и своим успехом полностью обязаны именно нынешнему режиму они на запад постоянно ездят и славу свою при этом режиме сделали я имею ввиду таких писателей как допустим прилепин или быков когда они начинают ностальгировать по советской власти по якобы каким-то легендарным оттепельным годам меня это просто поражает поражает потому что конечно это было гнилое время и агонизирующая страна я уже тогда это чувствовал эту агонию конечно я не думал что в конце семидесятых годов советской власти осталось всего 10 лет но то что я дождусь смены режима я жил с этим с 30 лет а когда сам оказался в эмиграции мне просто вену написал александр исаевич солженицын из вермонта что через восемь лет вы вернетесь в россию и угадал тютелька в тютельку именно год в год так что это было такое время очень неоднозначное конечно сложное но однозначное вполне однозначное в смысле социальной порочности как по вашему чем мешали советскому режиму люди подобные вам подобные вот тем кого выслали в то же время примерно что и вас я думаю отсутствием страха я вот лет с 20 работал над преодолением себе страха и все боялись очень вечером выпьют поговорят от души а утром первая мысль когда просыпаешься а не было ли в компании стукача и судорожно начинаешь думать зачем я это сказал зачем я это сказал или их никто не мог ребенка отнести в церковь покрестить потому что требовали паспорт то есть не свобода которая просто свинцова лежала на обществе она рожала рождала вот это чувство страха у вполне казалось бы достойных и сильных особей мужчин которые в остальном были достаточно храбры быть может вот это чувство страха конечно это самое самое тяжелое что было в те времена и вот преодоление этого страха которое конечно наблюдалось вот и вишневская и в растропович и в солженицыне и в галиче и в тех кто уходил в лагеря и в тех кто оказывался за рубежом потому что советская власть все-таки так сказать что называется фильтровала базар и понимала что посадить солженицына посадить растроповича за их свободолюбие это было уже невозможно все-таки не сталинские времена понимаете вот избрали эту меру выталкивание выдавливание лучших людей за границу и это конечно обескравливало нашу страну очень сильно вот я старую через несколько на пресс-конференции сказали что режим советский узурпировал право говорить от имени родины как по-вашему вправе ли тоталитарный строй вот так распоряжаться судьбами своих сограждан и прикрываться интересами страны о чем тут говорить понимаете то что а вправе ли был ленин захватывать россию сказать всем в семнадцатом году в случае в октябре семнадцатого года произошла узурпация власти кучка авантюристов и негодяев а потом это все и пошло по цепочке так что что же говорить понимаете из одного вытекала 2 из 2 3 хрущев и по умственным своим так сказать возможностям не мог разобраться что к чему и по-настоящему покончить со сталинизмом а потом и сам был повязан потому что его фамилия есть под фамилия есть под многими расстрельными списками так что не прошло настоящий десталинизации так же как в начале девяностых не прошло настоящей десоветизации нашей страны и и многое что мы имеем в наши дни что нам мягко скажем не нравится это результат того что не было вот не было склеено говоря слава мандрештава двух столетий позвонки что новая россия не соединилась с той которая была до семнадцатого года по многим по многим причинам и вобрала в себя много советского яда которые с первых же дней якобы демократия на самом деле в общем-то криминальной революции разъедал вот эти процессы которые пришли на смену горбачевизму а как к вам отнеслось предыдущее поколение мигрантов понимали ли они что вы по тем же причинам попали в изгнание вы знаете вот мое мировоззрение вообще сформировалась где-то начиная со второй половины 60-х годов формировалась и сформировалась под влиянием александра исаевича солженицына что это за влияние что это за мировоззрение это антикоммунистический патриотизм это как раз та идеология которая владела и первой эмиграцией добровольчеством ушедшим за границу от большевиков владела второй эмиграции теми кто оказались выдавлены великой отечественной войной из россии по самым разным причинам так что я как раз с ними очень сошелся другое дело что вот та идеология которая заставляла уезжать многих и многих представителей третьей эмигрантской волны была мне более чужой это либерально-демократическая идеология так что как это не удивительно хоть по своему возрасту я принадлежал и по ситуации я принадлежал к третьей эмигрантской волне я дружил именно с представителями с остатками первой эмигрантской волны еще и застал сына столыпина парижа да еще были были последние крупицы настоящих русских людей то со второй эмиграции я очень дружил с народно-трудовым союзом замечательными людьми из него вот так что я себя чужаком не чувствовал именно среди старших вот этот антикоммунистический патриотизм эта идеология объединяла меня именно с тем основным корпусом эмиграции который ушел на запад после начиная с восемнадцатого года и до 46 47 скажем так